Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие и уважаемые подписчики! Сегодня я бегу, идет дождь, меня пригласили в музей Кишинева, которая находится в здании водонапорной башни, которая была построена более ста лет назад в Кишиневе. Вот там, кроме экспозиции о Кишиневе разных времен, сегодня на мансардном этаже выставка, посвященная трагической дате, 120 лет со дня кишиневских погромов. Я туда спешу. А вот это музей, здание водонапорной башни Кишиневской. Сегодня здесь музей города Кишинева, и на верхнем мансардном этаже проходит выставка, приуроченная к 120-летию еврейского погрома в Кишиневе. Наконец-то я добрался до водонапорной башни Кишинева на выставку, посвященную 120-летию еврейских погромов в Кишиневе, и решил пройтись пока по залам. Вот такие средневековые монеты. Я так понимаю, были найдены где-то здесь. Предметы быта. Одним словом, на этажах представлены различные периоды. Кишинева, пока я вижу, в основном, это царский российский период. Все документы написаны были на русском языке. Представлены фотографии, аттестаты, книги того времени. Ну и, конечно, денежные знаки, которые ходили здесь в то время. Старинные фотографии. А это уже восемнадцатый год. А это уже время румынского протектората. И, конечно же, уже советская Молдавия. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Вот я поднялся на самый верхний этаж. Отсюда красивейшая панорама. Кишинева седьмого или восьмого этажа. Пройдемся по кругу, посмотрим. Сегодня это дождливый, пасмурный, облачный Кишинев. Посольство Белоруссии, там вот дома. А это озеро наше Комсомольское, Валя Морилор, новое название. Комсомольское озеро мне нравится больше. Вот такой красивый у нас город Кишинев. Красота! Естественно, советский Кишинев, 70-х, 80-х. Представлены даже знаки отличия предприятий, колхозов, совхозов. Продолжение следует... Продолжение следует... Время. Продолжение следует... Время. Поехали. очень много для меня знакомых сюжетов и дипломы и грамоты я кстати мог бы абсолютно не хуже можем даже лучше экспозицию сделать представлены все предприятия фотографии тружеников значки тракторного завода даже орденская книжка есть на дружбу народов наверное которым награжден завод интересно где орден представлена грамота или ксерокопия грамоты награждения кишиневского насосного завода орденом трудового красного знамени естественно нельзя обойтись без молодого фильм который расслаблен на весь советский кинематограф а вот и диплом лауреата государственной премии молдавской сср на евгения доги а вот и его депутатское удостоверение верховного совета молдавской сср и представлены все его регалии и все доказательства того каким почетом пользовался он и сколько чего добился во имена советского союза зато сегодня мы слышим его неоднозначные высказывания по поводу памятников воинам красной армии а вот грамота странным ансамблю контепоранулы мод госфилармонии за активное участие в работе по культурному шефству над воинами краснознаменного одесского военного округа я премьер премьер мунички кишина помни я утасевич помни руси помни путник домовый ион чипа или чипа астис овим унберг и саш дедикат и все конфликты которые мы писали писатель меня полюняется удивительная большая работа во-первых я подвозился на мой взгляд тот конфликт важно осознать наверное и поэтому эта работа она была не похожа на национальном плане но и на плане что нам было сделать какие-то шаги в том смысле что чтобы лучше понять ситуацию с документами потому что то что произошло в 1903 году во многом было сделано и из-за того что журналисты в общем-то вложили свой вклад в эту межнациональную разню которая у нас в общем-то на нашем пространстве исторически она не характерна нашим миролюбивым народам которые проживают на территории Молдовы правду о тех ужасных событиях которые здесь происходили дело в том что правда катарсиально для нас очень важно знать правду потому что наша интуиция она может адекватно работать только тогда когда наше сознание ей сообщает на реальный факт и поэтому тогда когда о самых ужасных событиях есть адекватная информация это огромнейшей степени гарантия того чтобы ужасные события не повторили то может это не как как мы не все друзья возвращаюсь я с презентации ну для нас для кишиневцев этот погром 1903 года еврейского населения давно известен и для нас он и мы понимаем что он занимает очень важное место в истории нашего города нашей страны эти события 903 года вошли в историю еврейского народа прошлого века потому что во многих иудейских учениях во многих иудейских книгах описаны эти события и сегодня на презентации был помощник мэра города кишинева который отметил что нам необходимо помнить для того чтобы никогда подобные вещи не повторялись в нашем обществе потому что молдове всегда жили бок о бок люди разных национальностей и молдаване и украинцы и евреи и цыгане и это известно каждому взрослому советскому человеку который прожил хотя бы пол жизни в советском союзе и поэтому такие вещи нашей стране не забывают и и поэтому собрались и вспомнили на этом репортаж заканчиваю немножко он отличается от стандартных он не о фалеристики но все равно он по истории нашего края всего доброго подписывайтесь на канал до свидания